ВОЕННАЯ СИСТЕЛА 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 называя его героем, образцом для французских солдат. После того, как солдат поправился, он по личному приказу Наполеона был отпущен на родину. В родном полку за проявленное мужество Коренной был произведен в подпрапорщике и стал знаменосцем полка. Ему также была пожалована особая серебряная медаль с надписью «За любовь к Отечеству». Позже храбрость Коренного была запечатлена на револьверах в виде позолоченного украшения, которые вручались офицерам, отличившимся в годы Крымской войны при обороне Севастополя. В четырехдневном Лейцевском сражении, самом крупном сражении периода Наполеоновских войн, обе стороны понесли большие потери. Французская армия по разным оценкам потеряла 70-80 тысяч человек, из них примерно 40 тысяч убитыми и ранеными, 15 тысяч пленными и еще 15 тысяч захваченных в госпиталях. Еще 15-20 тысяч немецких солдат перешли на сторону союзников. Известно, что Наполеон смог привезти обратно во Францию только около 40 тысяч солдат. 325 орудий достались союзникам в качестве трофея. Потери союзников составили до 54 тысяч убитыми и ранеными, из них до 23 тысяч русских, 16 тысяч прусаков, 15 тысяч австрийцев и 180 шведов. Решающую роль в победе союзных армий сыграли действия русских войск, на которые легла основная тяжесть сражения. 18 октября. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1813 году, русская армия и ее союзники одержали победу над Наполеоном в битве народов под Лейпцигом. Французы потеряли до 80 тысяч человек и почти всю артиллерию. Поражение наполеоновской армии лишило Францию всех территориальных завоеваний в Европе.